Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Александр, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, уважаемый господин губернатор, представители исполнительной и законодательной власти, дорогие братья и сестры. Я, конечно, с особым чувством сегодня вступил под своды этого храма. 3 октября Церковь молитвенно празднует память преподобного и благоверного князя Олега Брянского. 20 октября 2019 года, в неделю 18 по Пятидесятнице, святейший патриарх Кирилл совершил чин великого освящения Успенского собора Свенского монастыря Брянской митрополии и божественную литургию в новоосвященном храме. Владыка сказал о том, что здесь произошло в 2011 году, когда только возникала мысль построить этот величественный собор, и когда был сделан первый шаг на этом пути, который привел нас к сегодняшнему дню. Мое первое слово – это слово благодарности. Благодарности всем тем, кто посвятил этому великому историческому для Брянска делу частицу своего времени, часть своей души, часть своих средств, внимания и заботу свою. Храмы строятся не на год и не на два, а на столетия. А много храмов сохранилось, возраст которых больше и тысячи лет, если говорить вообще о православном мире. Наша страна, конечно, не сохранила всех исторических святынь, потому что слишком часто она подвергалась нашествию наплеменников. И вот сегодня, когда я на вертолете летел сюда, в Брянск, из Москвы, и видел эти бескрайние брянские леса, то, конечно, не мог не вспомнить и великий героизм нашего народа во время Великой Отечественной войны, когда именно здесь, в Брянских лесах, ставших неприступной крепостью для враждебной армии, победившей большую часть Европы, в этих лесах люди отдавали свою жизнь для того, чтобы враг не прошел дальше, чтобы он не захватил Москвы, чтобы ослаблена была его сила. И ведь многое, что произошло на Брянской земле, и в первую очередь эта героическая партизанская война, она внесла свой огромный вклад в победу нашего народа. Вот взирая с высоты птичьего полета на эти бескрайние леса, невозможно было не вспомнить об этом подвиге, который совершался народом нашим на Брянской земле. Господь проводил и проводит наше Отечество через испытания. Но, проходя через испытания, мы никогда за всю историю не разрушали самих себя. Мы всегда становились сильнее. И, выйдя из пламени Великой Отечественной войны, Отечество наше и народ наш обнаружил такую великую силу, что этой силой испугались многие. И вот весьма показательно, как закаляется характер народа, как укрепляются его силы, когда возникает необходимость, в том числе и жертвуя своими жизнями, защищать Родину. В основе вот всех этих поступков лежит героизм. Вообще-то необъяснимое с материалистической точки зрения явление. Вот если и есть какие-то неверующие люди, которые признают само явление героизма, то им нужно очень сильно задуматься, что такое герой и что такое героизм. Как человек отдает самого себя, отдает свою жизнь, иногда жизнь своих самых родных и близких, во имя идеи. Во времена Великой Отечественной войны это была всеохватывающая народ наша идея спасения страны, защита Отечества. Ведь сама идея – это что-то, что в мыслях. Идею нельзя ни пощупать, ни потрогать, ни оценить материальными способами. Это то, что принадлежит нашему духу. И поэтому реализация таких героических идей, как защита Отечества, она в первую очередь осуществляется на уровне человеческого духа, души человеческой. Чем сильнее дух, тем сильнее потенциал человека. Чем сильнее дух народа, тем сильнее его потенциал. Вот если человеку невоцерковленному, далекому даже от церкви, в двух словах сказать, а для чего нужна церковь? Ответ простой – чтобы был силен дух нашего народа. И церковь укрепляет этот дух не только своей проповедью, не только воспитанием детей, этот дух укрепляет силой божественного духа, божественной благодати. Потому что, еще раз скажу, духовное начало, живущее в человеке, не может укрепляться материальными факторами, но только факторами духовными. И церковь, как служительница духа, как воспитательница духа народа, есть та институция божественная и человеческая, которая призвана возвышать человеческую личность до самых, что ни на есть, за облачных высот, превращая человека простого в настоящего героя, героя духа. Для того, чтобы церковь могла действительно эффективно служить этой возвышенной цели, в первую очередь, сильными духа должны быть ее служители. И поэтому у меня особое сегодня обращение к нашим пастырям. Жизнь становится спокойнее, если сравнивать со временами атеистических гонений, более комфортными становятся условия жизни. И вот это внутреннее расслабление, оно может незаметно подкрасться к сознанию, к душе и пленить в том числе и служителя церкви. Ну а что нужно? Храм стоит, люди приходят, богослужение совершается. Но если мыслить в таких категориях, то очень может скоро оказаться, что сила духа вышла из такого служителя церкви. А каков результат? А результат таков, что народ немедленно это почувствует. Сколько раз спрашивая у того или иного мирянина, а почему вы стремитесь на исповедь вот к этому священнику, а не другому? Вот чаще всего я слышал такой ответ, это духовный батюшка. Это вот народ так своим чутьем опознает силу духа священнослужителя. И поэтому, конечно, первая задача, которая стоит перед священнослужителями, это работа над самими собой, постоянная работа, направленная на то, чтобы дух становился сильнее, чтобы этот дух оплодотворял пастырскую деятельность, проповедь, общение с людьми. Но эти слова можно обратить к каждому из нас, мои дорогие братья и сестры. Если мы духом пламенеем, то мы Богу приближаемся. Мы начинаем общаться с небом на том языке, который небо принимает. Потому что простой человеческий язык, неподкрепленный внутренним подвигом и силой духа, это тот язык, который небо не слышит. И если мы хотим, чтобы молитва наша достигала Бога, если мы хотим, чтобы мы были услышаны, мы должны возгревать свой дух, в первую очередь укрепляя свою веру и свою способность совершать добрые дела. Потому что вера, споспешествуемая делами, это и есть показатель силы человеческого духа. В этот замечательный день, когда мы осветили собор, столь величественный, прекрасный, в городе Брянске, я бы хотел всех вас сердечно поблагодарить, за то, что вашими молитвами, вашими усилиями, вашими жертвами было осуществлено, в том числе и мое благословение, построить в городе Брянске новый собор, который бы стал в том числе и памятником, в честь и память тех героев, которые здесь, на Брянской земле, силой своего духа победили злого врага. Пусть Господь покрывает миром землю Брянскую. Да дарует Господь каждому из вас все то потребное, о чем вы просите Господа в своих молитвах. Мое особое слово к детям, к молодежи, к родителям, к мамам и папам, бамбушкам и дедушкам. Заботьтесь об укреплении духа, а значит веры, в сердцах ваших детей и внуков. Не отдавайте их на растерзание злому кищнику, дьяволу, который истребляет самое главное. Он выклевывает из сердца человека веру. Он разрушает человеческую душу. Молитвенный свет святых в земле Брянской просиявших. Да укрепит Господь жизнь этого прекрасного русского края. Да благословит Он каждого из вас и всех вас вместе. И да поможет, избегая зла и греха, стяжать в сердце свою веру и искреннюю любовь к Богу. Аминь. С праздником всех вас поздравляю. Субтитры создавал DimaTorzok